Ну что, мои маленькие гангстеры, этот день настал! Сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях на тему ремейка первой легендарнейшей части игры Мафия. И сразу, что я вам скажу, для тех, кто там всякие хейтят, наверняка нашли какие-то изъяны, там что-то здесь, как обычно там персонажи, они раскрыли еще что-то. Я этого не заметил. Я заметил несколько моментов, которые меня не то чтобы напрягли, они больше расстроили, что они просто отсутствуют в игре, потому что их не хватает, вот прям не хватает. Не хватает возможности поездок на метро. Метро почему-то закрыто, вот на него... В метро можно залезть, когда просто подходишь к лестнице, там запрыгиваешь, но опять же, ты не можешь сесть в вагон. Не знаю, от чего это зависит, может быть какие-то достижения в игре надо сделать, но я игру прошел и... не знаю, как... вот вообще невозможно. Следующий момент это то, что в городе прям реально очень мало светофоров. Раньше их было много и когда ты проезжаешь на красный свет, тебя естественно начинает преследовать полиция, штрафовать и прочее. Тут как-то с этим светофоров гораздо меньше, их практически нет. Я просто вот один заметил в последний день игры. Кстати, если не смотрели, у меня на стримовом канале, ссылочка на него есть в описании, есть прохождение всей мафии, то есть именно первой вот этой части ремейка. Это вот два момента, которые меня как-то огорчили и немного расстроили. Понятное дело, что это не GTA, что там нету такого интерактива с открытым миром, как это, например, в Red Dead Redemption происходит. То есть нет вот этого вот возможности типа онлайновой прогулки по игре и, соответственно, нету, естественно, совместной какой-то игры. Это сюжетная игра, это кино. С точки зрения сюжета скажу я вам, что все, в принципе, точно так же, как и было, просто идентично, но намного. Просто офигеть, насколько красочней. Под впечатлением оставляет тебя в практически любой момент, любая сцена в игре, потому что, во-первых, очень красиво. Во-вторых, компуктер это дело не очень сильно нагружает и графика даже на максималках работает, как оказалось, абсолютно нормально на моем старом компе, которому 5 лет. Я думал, что оно будет тупить и лагать. Она оптимизирована, соответственно, видимо, хорошо. Я в этом не особо разбираюсь, но у меня все нормально работало. Багов каких-то суперских я не наблюдал. Был один момент, когда у меня какие-то стулья закрутились, но это чисто какой-то, знаете, баг движка скорее. С точки зрения того, как тебя погружают в сюжет, здесь это происходит гораздо глубже, чем в оригинальной версии. Во-первых, картинка, эмоции на лице персонажей и, соответственно, добавленные сцены. Потому что эти добавленные сцены заставляют тебя жить вместе с персонажами, как это происходит, например, в Mass Effect или в игре The Walking Dead, которая такая флэшовая. Потому что здесь ты реально погружаешься в историю, гораздо больше подробностей узнаешь, какие-то истории из личной жизни. В общем, погружение просто максимальное. То есть, фактически, конечно же, есть наверняка какие-нибудь минусы, но я прошел ее просто с нереальным удовольствием. И это, видимо, знак для того, чтобы просто взять и пройти вторую часть с обновленной графикой, чем я, наверное, сейчас и займусь. Не забывайте про то, что сейчас идет розыгрыш звуковой карты Atom Audio. Ссылочку на видос с розыгрышем я вам оставлю в описании. И давайте до завтра. Завтра у нас с вами будет обзор сигар-бокса, который мне прислали ребята из Kif Music. Пока.